Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт-писатель-философ. У меня для вас интересные новости. Сегодня у нас обзор манги Тёдзин Икс. Честно говоря, обзор усложнён по крайней мере одной проблемной ситуацией. Первая проблемная ситуация заключается в том, что на сайте Единым Целосном, где это всё можно сразу прочитать, выложено всего 15 глав, а всего их 34. То есть, соответственно, читать мы будем эти главы в довольно разных источниках, это будет крайне неудобно лично для меня, но я думаю, вам плевать. Да, я сделаю всё, чтобы вам было удобно. В общем, соответственно, Тёдзин Икс. Разбираем, как и все прочие манги, соответственно. Разбираем, как и все прочие манги. Ну вот, ну вот уже рисовочка, как видите, базовая, стартовая, она прикольная. Глава Сверхчеловек! Сверхчеловек! Короче, Сверхчеловек. Ну, вы понимаете, круто всё. Хорошо нарисовано, классно. Сейчас посмотрим, что там кроме рисовки есть. Ну вот, короче, девчуля, девчуля в самолётике летит, летит в самолётике. Я буду часто склейки делать, потому что я боюсь, что эта манга, но она вообще 18+, там вдруг голая сиська появится, и потом придётся удалять мне видео. Ну, вы понимаете. Девочка, короче, судя по всему, конкурс овощей хочет выиграть. Овощной конкурс. Вот даёт, вот даёт. Вот, крутая. Она очень денег хочет заработать, хочет быть богатой, короче. Хочет большой дом, там вот это вот всё, и прекрасного златовласого муженька. Девять детей хочет. Нифига себе. Чё-то все сгорели неожиданно. Чё-то все сгорели. Блин. О, господи, училка. Опять небо уставился. Терпеть не могу таких учеников, говорит училка. Вот она, мразь. А вот и, кажется, наш главный герой. Его зовут Токио Курохара. 16 лет, второгодка из старшей школы Цсуру. Пофиг. Толку от этих уроков, говорит наш герой. Верно, ребята, говорит он с голубями. Хе-хе. Да, вы меня понимаете. Мисс Грудастая такая дура. Углы вероятности. В наши дни эта хрень никому не сдалась. Типикал. Типичный школьник, короче. И вот мужики пристают к девушке. И он такой. Пацан такой. Всё, серьёзно. Серьёзное лицо сделал. Сейчас посмотрим. И вот девушка в беде. И он звонит своему другу Адзуме. И вот он появляется, Адзума. А вот и Адзума. Соответственно, руки прочь отморозки. Там пацаны к девке пристают. И он такой. Опа. Кто позвал грибоголового? Молодец, Адзума. Ты местный герой. Я ещё должен познакомиться с этой девушкой. И тут такой. Бам. Панч. Это перебор. Спасибо вам большое. У меня сегодня важное интервью. Не за что. Чем смог, тем и помог. Клёвый карлик. М. Можно ли узнать твоё имя? Адзума. Хигаси. Это Токио Курохара. Мы напарники. Да ладно. Спасибо, Адзума. Ну, вы поняли. Короче. Сверхчеловек поджёг самолёт. Террористическая атака. Дело рук сверхчеловека. Ницше. Опять Ницше, блядь. Опять Ницше. Опять сверхлюди занимаются терроризмом. Опять во всём виноват грёбаный, проклятый Ницше. Ницше, ну зачем ты создал террористов? Бандиты-преступники в шоке, короче. Я не могу попасть кнопками с этим диском. Это падла мне за всё заплатит. Лол. Ха-ха-ха-ха-ха. Ему там шприц предложили, кстати. Ему предложили шприц, чтобы подхилиться. Ну и, соответственно, вот они нашли животное, похожее на вот этого Токио, главного героя. Сначала они нашли животное, похожее на Адзуму, это лев. А на Токио, видите, похож грифон, оказывается. Вот такая вот тема. Мне никогда не стать львом, говорит Токио. Вообще-то грифы летают выше всех птиц в мире. Круто же звучит. Суперкруто. Понимаете? Типа грифы не отстой, чувак. Львы отстой. Е. И вот они добрались неожиданно до самолета. Вот. И вот они обсуждают разные темы. Прикиньте. Прикиньте, молодцы какие. И вот бандиты пришли, короче, драться. И вот они бьют Адзуму. Вот они с ним сражаются. Что такое? Где твоя крутость, Адзума? И вдруг Адзума бросается в бой. Обломись. Ого, резиновая голова. Вот это да. Гибкий сверхчеловек Джонни Киоси Такаяма. Вот он вам. Вот он вам, мега гибкий. Вот его голова. Головешечка. И правда, эта штука может делать из тебя сверхчеловека. Сверх. Босс, ваша шея в норме. Так и должно быть. А. А. Как же я тащусь от насилия. У-у-у-у. В общем, драка продолжается. Пока еще затравочка. Пока еще затравочка. Хрен знает. О, господи. Уколчик упал. Шприц упал. Не смей только колоть себе, слышишь. Тот чувак даже не сверхчеловек, а монстр Адзума. Давай немного отдохнем. Давай убежим. Он убьет нас. Сверхчеловек Покемон, да хоть кто, так мне не победить. Поэтому. Использую это. Ох. Хватит. Че сказал? Хватит, я говорю. Ну, короче, тут предыстория. Ну, в общем, Токио берет шприц. И. Хорошо, со шприцами они стоят. Не пожалей потом, ладно? Хорошо. Я не друг другу сейчас вколю. Ну, сами себе вколют. Где же вы крышеныши поганые? Убью, убью, убью. Всех прикончу. Хе-хе-хе-хе-хе. Попались, гады. Боже мой. Насилие. Звероподобный сверхчеловек Токио Хурухара. Еп. Вот он, он, сверхчеловек. И вот мы переходим на вторую главу. Первая глава, она вступительная. Мы ее прочитали. Ну, пока типа хз, потому что довольно спокойно. Пока довольно непонятно, что там будет. Да, то есть бывают такие первые главы, когда ты читаешь, и такой, вау, 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 вау. Бывают такие главы, что типа, ну, сверхчеловек и сверхчеловек. Ну, бывает. Очень, очень много где бывает. Кто-то стал сверхчеловеком. Ну, и чего с того, да, как говорится. Ну, вот в этом случае кто-то стал сверхчеловеком. Ну, и чего с того. По сюжету именно. Рисовка хорошая, на мой взгляд. Рисовка интересная. А в остальном, ну, как-то вот, пока, пока не воодушевляет. Ну, может, сейчас разгонится. Девчулю, короче, которая была в самолёте в начале главы. Короче, челик её зовёт. Пойдёшь со мной. Поняла? Поняла? Пойдёшь со мной, короче. И она убегает. И он за ней летит. Это тот, который всё это и устроил. Ты прямо как обезьянка. Ха-ха, да. Господи. Вот это погоня. Погоня века. Чендлер Хьюм. Дымовой сверхчеловек. Ну, типа, вот эта вот сённовская херня со способностями. Пока что, причём, довольно типичными способностями. Я хрен знает, да. Сама эта штука вряд ли является по себе ценностью. Будем искать что-то другое интересное в манге, чтобы как-то объяснить, да, что она хороша или не, или нет. Или не объяснить, что она хороша. Пока не знаю. Посмотрим. Короче, девчуля была заражена его силой. И вот твоя мощь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ты прошла. Я научу тебе всего, что нужно знать о сверхчеловеке. И я не причиню вреда. Чтобы использовать эту великую силу, я смотрю, ты тот ещё. Хохмач. Бля, ну она убегала, убегала, вдруг появился челик. И говорит, ну спасает её, говорит, типы вроде него преследуют людей с твоими способностями. Способностями к фермерству. Хе-хе-хе-хе. Способный силой помогает другим. Спасибо от всей души. Ебать. Хоси Сандек. Вот это да. Вот это квадратная голова странная. В общем, главному герою как-то так себе. Видите, ваши способности. Что-то вот он, вы видите, в тукана всё ещё превращается. Получается, я теперь сверхчеловек. Ницше. Ну и вот наш герой помогает своему братану. В больницу его тащит. Там всё такое. Токио. Азума, слава богу, тащнулся. Что с тем парнем? Каким? А, то длина шеи, я чудом с ним разобрался. Не помню особо. Просто почувствовал в себе силу. Наверное, это из-за того, что было с прицелом. Лучше скажи, Азума, ты в порядке? Блин. В таком виде в больницу собрался. Я сразу пойму, что сверхчеловек... Блин, как меня не бесит слово сверхчеловек. Блин, как он стрёмно выглядит. Лол, теперь ему есть приходится. Вот, смотрите, так скрытно. Ужас. Лол, как же ему не везёт. Он свою морду вот так вот, короче, прижал. Вот так вот прячется, короче. Вот, да, вот даёт. Вот гений. Короче, Азума говорит, я так понял, что человек обретает форму, которую больше всего желает. То есть, у этого гриф получился по этому герою нашего. Вот. Ну вот, соответственно, какой-то теперь челик будет разыскивать ребят, которые шприц использовали. Вот такая вот тема. Ля, он теперь доктор Дулитл. Теперь чел с грифоней головой может разговаривать с птицами, прикиньте. Вот это колдовство. Вот это сверхспособности. Ну и дальше парень учится себя контролировать, ну вы понимаете, чтобы лицо изменять нормальную форму и всё такое. Короче, он тут чекулю нашёл, и они в зоопарк проникли, и будут сейчас на грифы смотреть. Вот в чём дело-дело. Понимаете? Вот такая фишка. Девчонку нашёл себе, щёл с клёвом. Короче, он нашёл грифона и спрашивает его. Помнишь меня? Лет восемь прошло. Оу. Хм. Я уверен, тот самый гриф. Много людей приходили, каждого не запомнишь, да? Эй, голуби-то меня понимали? Помнишь или нет? Где ты был все эти восемь лет, парень? Ебать. Она превратилась нахуй в змею неожиданно. Ёпты, что? Что, блядь? Короче, деваха эта была нужна для того, чтобы его поймать. Это вот человек в маске вот этой вот тупой, он позвал её. Ну вот, понятно всё. Теперь, да, теперь всё сложилось. Да, окей. Ну и начинается бой. Начинается бой, короче, видимо, да? А, побег в смысле. Простите, побег. Бой и побег я перепутал. Да. Она тоже сверхчеловек. Не беги, я искала тебя, сверхчеловек. Сколько у неё змей в теле, ужас. Она знает. Искала меня. Ты был рядом с третьим шоссе. Пробовал свои силы, да? Да, сверхчеловек использует силу, он испускает особый сигнал, понимаешь, который может заметить любой сверхчеловек поблизости. Я подала собственный сигнал, чтобы проверить сверхчеловек ли ты. Вот как-то так. Ну, блин, она, типа, прикольная. Нарисована хорошо. Змеи. Блин. Короче, он убегать начал, она за ним сейчас погонится. Бля, жесть какая она жёсткая. Какая-то она что-то покруче нашего героя пока уж. Наверняка. Наверняка покруче. Да. В общем, внутри него токсины теперь, и ему плохо. Да, чё делать? Как быть? Она его всё ловит, он всё убежать пытается, короче. Тут не драка, тут избиение младенца. И вот здесь появляется девчуля-фермер. Неожиданно. Это как пролетает неожиданно. Человек, человек, чё? Чё, блин? Кто, где, когда? И глава называется «Случайная встреча судьба». Ой, какая, ой, какая случайность! Ладно, я сначала хотел докопаться до того, что девушка-змея как-то чё-то неожиданно вдруг попалась. Но потом оказалось, что она специально искала этого чела. Ладно, допустим, как говорится. Но тут ещё и это мелкое. Вот мелкое просто ниоткуда появилось. Просто бум, и всё, короче. Вжух, и всё. Магия. Ну и вот они улетели. Вот они улетели, соответственно. Благодаря этой девочке. Вот она на реактивной тяге херачит. О, господи. Да как она с такой высоты падает? Она настолько сверхчеловек, что ей просто плевать, да? Ну, допустим. А вот и змея, вы что? Ученики Сандека не похожи. Не мешай мне работать. Сгинь! Бу! Ну, как-то так. Как-то бум. Ха! И в голову залетело. Тупо поджарили её. Опа! Змея сейчас полную трансформацию сделает. Ой-ой-ой. Короче, она стала реально огромной змеёй. Ну, окей. Бывает. Бывает. И вот змея, короче, пытается раздавить девчонку. Съесть её. Нам точно конец, пишет пацан, говорит. Пацан, ну давай, сразись. Долбанная клетка. Ну, держись, пацан. Я твои кишки на верёвке пущу. Что делать? Стоп. Как Адзума бы? Адзума. Или всё-таки я сдохну? Адзума бы? Беги! Беги! Говорит девочка. Почему даже сейчас она рискует жизнью ради других? Как мне быть? И что я могу? Е. Короче, он трус. Ну, вы поняли. Чё я могу? И вот наверху какой-то коршун летит. У меня получится. Я справлюсь. Смогу. Я смогу. Я смогу. Вот оно. Полная трансформация. Посмотрим, что за полная трансформация у него. Ну и вот он начинает. У него полная трансформация. И он разваливается на куски. Адзума. Я смогу стать похожим на тебя. Я хочу быть таким, как ты. О, господи. Ну, так он выглядит лучше, конечно. Согласен. Так лучше. Ну, короче, ему теперь легко двигаться. И он там начинает бегать, прыгать. И что-то не сработало. Удар в голову змеи ничего не сделал. А, рука. Беги, девочка. Беги, пока можешь. Размечтался кретин. Ха-ха-ха. Не царапинки. Даже огненная атака не помогла. Ха-ха. Что это за ощущение? Тело такое лёгкое. Не понимаю, как в нём двигаться. Я её выронил. Я не сдамся. Всё нипочём. Девочка, спасайся. Бежим. Нам её не победить. Хватайся за меня. Нет уж. Я буду сражаться. Я буду сражаться. Да чё вы докопались? С такой рукой ты далеко не убежишь. Это раньше у нас был шанс. А сейчас ещё со мной на спине она точно договорит. Из-за моего неудачного удара. Если не хочешь спасаться в одиночку, давай сражаться вместе. Вместе. Я понял. Ну, вы поняли. Герой предлагает поджарить её и внутри, соответственно. Ну, и герой начинает прыгать, там, уворачиваться по-всякому. Ой. Теперь он раскрыл её рот, короче. Берёт и ногами вот так вот. Оп, и руками. Вот да, вот. Ну, вот. Блин, он чё-то очеловечился. И вот её, короче, убивают, эту змею. Только никто не из наших ребят, а кто-то левый. Короче, вот человек ножик. Призывает ножики неожиданно. Копирование ножей. Одолженный меч. Вжих-вжих-вжих-вжих-вжих. Круто. Кто это он? Ты должна была понимать. Закон префектуры запрещает незарегистрированному сверхчеловеку пользоваться своими способностями. Твоя грязная подработка на этом закончена. Кто тебе заблатил? Ладно. Потом всё обсудим в деталях. Отсюда? Да пошёл ты. Тебе же сказали не покидать школу. В твоём положении это весьма неразумно, не так ли? Гости из префектуры. Гага. Ну, вы поняли. Ну, кажется, сейчас будет школа сверхлюдей у них. Любишь яблочки, короче. Забрал их пацан на вертолёте. Прилетел вдруг волшебник. И вот здесь здоровяк. Тоже сверхчеловек. И все они тут тусят. Ну, вы, короче, понимаете. Не, пока на самом деле похоже на какой-то типичный сё-сё-нэн. Сё-нэн, короче. Честно говоря, похоже на немножко более жестокую версию какой-нибудь этой... Академия супергероев, которая недавно вышла. Ну, Академия супергероев прям говно полное. Но здесь не такое полное. Но, как бы, пока тоже среднячок. Пока тоже в среднячок скорее идёт такой, знаете. Я бы не сказал, что прям сильно круто. Пока как-то вот... Пока как-то вот вообще как-то спокойненько по разным заходам. Очень даже тривиальненько, я бы даже сказал. Квадратоголовый местный наставник, соответственно. Схоси сандек. Я здешний наставник. Стандартная для сё-нэнов схема, короче. Кто какой категории и где кому где помогать. Без лицензии использование способностей запрещено. Лицензия категория Б. Помощь людям, неконтролируемое проявление способностей. Разрешает использование способностей только в безвыходных ситуациях. Категория А. Мы члены Яматори, обладаем лицензией категории А. И можем использовать свои способности ради изучения общества. Изучения силы и развития общества, соответственно. Вот она, иерархия. Ой, бля, начинается, короче. Квадратоголовый говорит. Что для вас есть добро, хочу спросить. Помощь тем, кто попал в беду? Вопрос стрёмный. А что зло? Причинителью беспокойства? Убийство? Слышал? Убийство. Что для вас есть враг? Не знаю. Мне вспомнился тот самый дядька. И последний. Самый важный вопрос. Самый важный какой? В чём цель вашей жизни? Цель? Это и есть самый важный вопрос. Хочу стать богатым. Нет-нет-нет-нет, девчонка, да? Может, хочу, чтобы меня все хвалили. Цель в чём же? Деньги, пишет девчонка. Почему? Потому что почти все мои мечты можно осуществить деньгами. Почти все? Почти. Деньги, да? Здорово, что она так прямо призналась. А для тебя, Хура-Хара? А у неё ничего. Какая у меня цель? У неё нет цели. Быть полезным Адзуми? Хираси, он там думает. Ну это же просто содействие цели жизни Адзумы. А какая цель у меня у самого? Тогда спрошу иначе. У тебя есть мечта? Мечта? Бля, у человека вообще нет мечты. У него ничего нет. Эй, почему ты не ответил про мечту? Я ничего не придумал. У тебя нет мечты? Тогда ради чего ты живёшь? Лол. У героя нет мечты. Вот так вот. Ну вот они злые сверхлюди сверху. Тоже такая преступная организация. Злодеев, ублюдков. Вот они сверху. Слева направо. Ричард или Рикардо. Ричард или Рикардо. Ну какая разница? И у Мадзава. Лилика. Вот они. Вот они. Короче, там какая-то хистри про бейсболиста, который неожиданно стал сверхчеловеком, а сверхлюди не могут играть в бейсбол. Короче. Печальная история. Бедного бейсболиста. Ну вы поняли. Ну, кстати, вопа. Там этот бейсболист разгромил автомат с напитками. И вот, короче, он с героями нашими встретился. Они теперь общаются. Он говорит, у него категория А на самом деле. Он типа нормальный. А потом показывают предысторию, видимо. Да. Ну и, короче, этот бейсболист, он тусит теперь с бандитами, как я понял. Вот они с грабителями. Короче, оказывается, что братик работает один, да, и поэтому, видимо, он с этими бандитами тусит, понимаете? Понимаю, понимаете! Всё объяснено, всё очевидно, короче. Он не так и плох на самом деле. Он не просто вор, он ворует за своих бедных братиков и сестрёнок. Вот такой вот он молодец. Тем временем они обсуждают ограбление. Эти челики могут трансформироваться неожиданно. Головы трансформировать. Норм. И вот он, человек. Бейсбольный мяч. Теперь. Человек бейсбол. Бейсбол мэн. Дымовуха. Против мега-бейсболиста. Дым его не достигает. Токио, слышишь? Я его задержу. Ты давай вылазь из той дыры. Ты меня слышишь, Токио? О, Токио, как всегда. Залёг. Короче, смотрим. Битву. Баталия. Полная трансформация. И... Токио, круто. Спасибо. Токийская ракета. Хе-хе. Ну вот и вторая токийская ракета. Хватит успокоиться, давай поговорим. Вот как-то так. В сторону ученики. Второй клинок. Одолженный меч. Слепящее небо. Чак, чак, чак. Да, эти лохи даже не могут победить бейсболиста. Лоховского. Он в состоянии хаоса. Нужно сделать рейс. Есть. Простите, сверхчеловек стократной силы. Мамамо майко. Ты его убила? Нет, он сейчас очнется. Лол. И вот они все покалечены. Блин, у чувака рука сломана. Мамо, а я пойду на рейс. Ого. Мечи появились из груди, действительно. Блин. Если будешь буянить, я тебя останавливаю. Бум. Ну, девчонка да выпендривалась, ей, короче, дали по голове. Ну, и правильно сделали, что дали по голове. Она заслужила, я считаю, по голове. Ну, короче, вот. Чувак с мечами Сиадзаку остался совсем один в битве с бейсболистом. Новички только мешают. Ну, поехали. Пронзение, блин. Прямое попадание, пронзение после такого не поднимется. Жаль признавать, но это один из недостатков сверча. Мне уже не хватает ресурсов, чтобы дальше применять мечи. Чего? Гравитационная стена здесь? Я словно приклеен. Черт, засасывает. Что делать? Блин. Жестко. Ну, и Курохара снова в бой пошел, короче. Мечник получил пизды. Бейсболист. Соответственно, будет сейчас сражение. Короче, ну, самое главное, что наш герой может уследить за атаками врага. Да, потому что стеревятники, они способны обнаружить падаль на расстоянии в километры. Вот какие они классные. А затем собрать воедино весь мой бейсбольный опыт и отбивать удары. Господи, блядь, ему руку сейчас оторвет нахер. Лол. Лол. Прямая подача. У этого скорость по три сотни. Больно. Из-за какой-то царапины. Да, нихуя себе ему руку раздробило. Скажи, самоубийственный трюк, который повернул Кугамура. Я тоже так смогу? Как там его? Повышение, повышение, повышение. Но, пожалуйста, если не получится, умрешь. Мамамо, не вздомай, новичку не справиться. Мамамо, мамамо, пожалуйста. помоги мне с этим пожалуйста я хочу спасти его ну в общем вот бам удар по голове от заки подавай покажи мне свой коронный сингер садзаки снова это сделал третий страйк какую подачу и старшеклассник не отобьет круто быстрый сингер соответственно я отлично умею преклоняться перед выдающимися людьми и в этом моя сила у я сто раз видел как сядзаки подают сингер и с моими новыми сузами снова супер зрением должно получиться и вот он бросает и бабах я самый настоящий мусор тетин отбросов что all right all right а и все он упал и все токио токио посторонние только мешают однако ребята достойны похвалы ну в общем вот пацаны справились здесь хотя бы этих сверх людей вы тоже мы немножко другой вариант читаем теперь эти сверх люди это тетина называется то есть здесь теперь не сверх человеке нише хотя бы а именно тетина а вот и человек руки как появляются на свет мои новые зверюшки корочка это мразь типа вот это вот производит других тетин of находят везде шприцы шприцы свои как говорится колюс колю наколются и начинают тетинить типичный хороший челик такой защищать людей от подобной угрозы есть мое счастье от хаоса защищает мир как же он крут короче девчуля главное тоже решила учиться на страже короче хочет получить все все бонусы все короче эти категории короче крутая и вот наш гг разговаривает со своим прекрасным другом да и он какой же какой же главный герой короче типа как из евангелиона короче евангелионский такой персонаж а вот этот преступник со слоновыми мордами ну тут бабу змею короче опрашивают она нагло врет и детектор лжи ну короче кто тот челик зооморф супер этот тетин который может на ложь проверять не может ее нормально проверить короче как-то она на на это накалывает всех она крута типа и вот появился телепат который может передавать свои образы своей головы в сознании других людей а прикольно тут очень прикольно описано что он может сделать так чтобы она тоже вообразила что в нее отложили огромное количество мух и личинок и во все отверстия и тела и так далее так далее так далее при этом для того чтобы собственно получить этот образ ему пришлось самому просмотреть кучу подобных материалов и видео забавно короче тут какие-то элементы повседневности идут я про по элементы повседневности вам рассказывать не буду да только если они будут какие-то крутые выдающиеся боевки но бои здесь есть они некоторые прикольные даже ну то есть монстрики прикольные эти тетины интересные способности все таки местами бывают то есть нет не так уж и скучно как могло бы быть но могло быть и повеселее на самом деле по другим параметрам элементы повседневности я вообще их не очень люблю но вы знаете ну ладно блин упаковывающий тетин в коробке это кринж простите конечно простите конечно это похоже на кринж ну ладно типа шутка пусть будет так ну вот и начинается интересная глава к нему прилипли собачки а за собачками ножички короче в него полетели опа нихуя себе а вот и она вот дает там человек упал у него что кровь были ножницы гигантские ножницы у него в руках господи короче главная героиня у нас будет главный героиня главный герой мне японские имена запоминать очень туго да короче она берет и улетает их короче летит держись токио блин девочка с ножами и ножницами круто блин летать круто господи блин это бумажные ножи круто 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 поезд отправляется второго пути способности бумажная луна октябрьская королева может придавать вещам которые она сама вырезала или сложила из бумаги свойства под стать их форме например если она создает но что он будет таким же твердым и острым как настоящее а значит и можно будет резать перевоплощение бам подставил руку лох сейчас она сама стала бумажной ребят лол вот он противник которого мне не одолеть надо забирать или как можно дальше отсюда блин динамит лол что-то как-то все резко местами происходит мне кажется немножко короче резко вот он превратился и иру и все блять короче ну окей хорошо ничего не объяснили не сли ни слова не пояснили то есть если мультики это было бы нормально да понять что здесь произошло в манге немножко более бы последовательно как бы кадры бы они сделали мало у меня не хватает силы очень такое что было хотя бы понятно что он из-за чего он вообще ослаб и что это вообще происходит кто это я позову кого-нибудь на помощь уго сколько народа где токио токио забрали лол чувствую себя как-то плоско ничего себе быстро сработано умы успел выполнить задание пока я спал надо же та девушка и осьминог это тупая кстати сразу не понял что он вполне осьминог у него изо рта какие-то щупальца торчат похоже больше на хоботы присмотри за ним до прихода аптекаря окей ну и вот поймали короче мужик осьминог пиццу короче предлагает нашему герою а друг нашего главного героя вот этот беленький пытается тоже хочет помочь как-то в данной ситуации но его его короче посылают нах пацаном вот этим короче корешкой говорит гиена извините вы не подскажите как пройти к морю морю и показывает спасибо он тоже один да ну неудивительно это было бы странно если бы он не был но вот типа да короче вот этот блондинщик пришел спасать друга с к этой бумага бумага головой сволочи и бумажная баба начинала она мог превращаться и плевать он атакует и плевать сдохни на там ножницы создает на ходу чё так не делает ририка умать за вас способность бумажная луна октябрьская королева мы считали мы это уже видели бумажный полет ририка может превращать бумагу все чего коснется а если коснется измененные вещи во второй раз то эффект спадает вот как то так она может использовать способность на себе в том числе блин а пацан то он просто человек он еле еле сражается ему ухо отрубила ёптую мать ты не столько хотел спасти друга сколько проверить свои силы верно мне уже доводилось как-то сталкиваться с подобными тебе людьми крайне самоуверенными желающими доказать свою силу или теми кто затевает драки с тёдзин ими надеюсь волшебным образом получить новые способности как нелепо я попала в точку вот осьминожек перевязывает сиди здесь и не двигайся она сражается но с кем неужели ребята из-за яматори полное перевоплощение чего она так крещет ну вот блин бедный пацанчик короче блин чем я вообще сейчас сражаюсь спрашивает он бумажный полет но действительно чем он сражается тут еще надо определить лол лол сильно-сильно-сильно мощно красиво ну короче пацана она жестко изнасиловала как видите сану было больно при этом грифон то он убежал уже крылья растите растите крылья ой ну кого-то так уделала понятия не имею какого-то дурака и вот наш герой находит тело своего друга для разреза на две половины рекорда парень с клювом убегает серьезно более сейчас начнется драка да 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 короче прокачка грифоний уровень нового масштаба вот это я понимаю вот это красиво бумажный полет его крылья стали броней не сработало он заблокировал мой удар положись на меня я найду его слабое место поехали рикардо тейлер пугающий тёдзин рикардо может принимать облик того чего вы боитесь больше всего на свете чем сильнее ваш страх тем ужаснее будет его обличие некоторых противников даже умерли от страх ну чё-то да и вот девчуля появилась все прошлого раза не хватило лунная тварь короче мэх да его просто разрубили но он сейчас соединяется смотрите смотрите пацанчик просто объединяется мэх да ну нафиг способности тюдзина у него да жесть чё за чё за хуйня блин вроде его круто разрезали но нет все таки вернули вернули сразу же мэх могло быть неплохо но челик с клинками приходит там все дела короче настоящая команда приходит и теперь начинается драка полная ослепляющие небеса что у него за силы лезвие но теперь вот он враг наш адзума ты но ведь только что он было сейчас стал тюдзином этого не может быть ведь он адзума никак не мог сотворить такое токио однако сразись со мной это не значит что ему не хватало чего-то очень важного мэх я король я короче хз короче хз так и вот оно началось адзума значит та штука все-таки подействовала я рад я ох боялся что ты умер да да так и есть даже сделавшись тюдзином я не смогу стать похожим на тебя но почему все это бац ну вот короче сражение токио чё не изменят так себя противник ничего не знаю иди давай соглашайся ты еще ни разу не пробовал иди ну давай приготовились и начали топ боб плоб короче дерись ну вот пришел спасать а теперь бьет его адзума почему мне же не показалось нет почему ты смотришь на меня свысока саски наруто ладно я шучу адзума бэм бэм дерись токио давай дай мне убедиться что ты чё ты творишь идет зачем все это это так на тебя не похоже адзума если ты этого хочешь то я согласен хорошо давай сразимся перевоплощение бац адзума победил ну никто не ожидал что такио сможет тем хорошо держался может не такой уж и слабо да адзума просто ему подался и токио давай теперь со мной туда а адзума ему наоборот по короче токио подался адзуме понимаете токио подался адзуме в общем дело и адзума ахуел просто с этого тогда видимо вот 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 чем про вот чем проблема комплексы маленького слабого карлика вот они в чем проявляются 5 вот маленькие слабые низкие карлики осознают свою ничтожность и начинают злиться и завидовать высоким красивым парням по типу токио одержишь что никаких проблем и средней маленького роста не имею я шучу вообще вообще эти дети подуйте что это какое-то уничтожение тогда критика людей маленького роста роста блин как звучит иронично ужасно простите на ну и вот она драка гудс бутс бэмс прэш драки нарисованы хорошо многие другие моменты нарисованы просто и вдруг он плохо автор почему-то местами просто забивал нарисовку но в боевых сценах он в принципе постарался было бы неплохо и самым везде так рисовал потому что местами просто рису рису рисовка малолетнего дебилу простите пятилетнего а местами вот так вот хорошо ну понятно что в манге так часто происходит да но но как бы сорян дерись докажи это он вообще о чем я не смотрю на тебя с высоко я вовсе и поэтому наоборот я всегда тебя уважал прекрати это адзума прошу тебя сквибищ повышение повышение это способ прогенерация соединяющий в себе разрушение и возрождение это одна из природных способностей тетянов ее использование разрушает плоть но при этом позволяет выйти за рамки человеческой возможности именно она делает тетянов теми кто они есть да перед лицом смерти способности тетянов возрастают и его человечность наоборот уменьшается и теперь из-за многочисленных ран и восстановлений токио подошел к пределу своих духовных и физических возможностей я победил в тот момент он понял что за его сильнее всего за дело не поражение в битве а чувство что у него нет и шанса ему не сравнится с токио бам я смогу выплыть ведь я всегда хорошо плавал но почему сейчас так тяжело вот дерьмо если бы если бы ничего этого не случилось как и прежде оставаться из я смог бы и прежде оставаться твоим героем а наблюдая за тем как не умеющий летать стервятник пытается удержаться в воздухе мальчик к сожалению признал я больше не его герой помните гиену который наш герой вот это карлик указал путь так вот гиена мертва лежит у моря и и жрут стервятники короче хотят вроде не стервятники такие другие птички но тоже падальщики видимо вот говорят что среди тёдинов раз в поколении рождается один сильнейший тот чья сила способна разрушить целый мир ну и короче этого тёдина который может уничтожить весь мир который рождается раз поколение называют тёдин икс поняли поняли короче короче они вместе станут героями эти чилики они короче все сговорились теперь все можно можно успокоиться и не волноваться да теперь они снова друзья все нормально все хорошо более и да вы заебали не 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 тренировочный лагерь где они будут тренироваться чтобы стать величайшими короче тёдинами это остров отдельный где они никому не смогут навредить да вы за и вы заебали ёбаные сёны нанимешники сука сука тупые блять аниме мангаки я просто в ахуе вы придумайте что-нибудь другое да чё всегда на острове то на каком-то тренировке шоу что вообще происходит да не 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 но это вообще кринж ну блин я все больше склоняюсь к тому что это очередной сёнэн очередной сёнэн короче ну типа неплохой но и типа не очень крутой короче это не человек бензопила явно даже рядом не стоит по уровню интереса персонажи в большинстве своем категорически скучные монотонные то есть вот у нас есть один персонаж ему типа сначала немножко похуй а потом уже немножко не похуй ты наш главный герой токио потом есть другой персонаж которому совсем не похуй но он сначала был лохом моего это очень сильно по самом мнению долбил а потом такой он уже не лох и вот это вот девочка который денег хочет но у нее дедушка там все дела там бу-бу-бу-бу тоже тоже какие-то блин они все плоские персонажи и честно говоря с одной стороны с другой стороны какие-то стандартные ходы применяются для сёнэнов в духе тренироваться на острове у нас есть ранге а б и ц и надо по этим рангам соответственно идти да 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 и так далее тогда я тоже хочу стать стражем ну и так далее ну блин прочитал знаете прочитав один сёнэн ты прочитаешь их все как будто бы какой-то вот так вот это все выглядит на самом деле надо очень изобретательно подходить к сёнэну как таковому чтобы не получалось однообразная чепуха потому что ну иначе прочитать невозможно никакого смысла это читать просто понимаете в чем дело куда естественно просто по 10 тысяч раз пересчитываете одну и ту же историю с одними и теми же событиями самими и теми же какими-то вещами ну это комодка у кого-то интерес вызывает хоть какой-то я вот не совсем понимаю здесь местами в боевке очень хорошая рисовка но по большей части рисовка здесь довольно средняя ну вот она домик хорошо нарисован здесь дай бог ну вот вот эти вот картинки без фона понятно они сильно упрощены оооо да купальники у и ура пляжные серии все забираю свои слова назад охуенно классно классно нет я шучу конечно шучу как каким серьезным произведением могут быть пляжные серии а подумайте если это не комедия и у вас пляжные серии это какой-то кринж боже черт так вот теперь у каждого своя тренировка токио кура хара тренируется изучая частичное перевоплощение пока не научится летать хигаси он изучает свои способности пока не сможет придумать им название вот ну и так далее короче углубленное изучение своих сил основы осваивания новых трюков у остальных ну вы поняли ну вот а вот и новые инструкторы тетя тьмы и тетя шипов вот они пришли до короче там идет тренировка все кринжуют эти новые инструкторы ебануты оба оба конченые просто самые конченые создания во вселенной мэх да бывает короче у челика с мечами у него клан вымер все дела но вы поняли соск 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 да и кстати кажется убил тот челик с масками помните чел в маске которые там всем заведуют аптекарь кажется его зовут ну вот чё чувак с такими же масками вот он а вот и злодеи появились на острове ведь на острове всегда появляются злодеи понимаете вот тетенька пришла ты чудовище из пророчества говорит женщина ну вот короче мечник сражается с дымовым мужиком но надо просто пацан берет и без даже смены форма нормальный по морде бьет дымовому дядьки вот все за вас испачкался костюм ты раздалил чандру когда он в таком состоянии то сильнее в пять раз ты шутишь но врезал ты ему классно иди за хигаси он сейчас тоже с кем-то сражается и мы не знаем кто его противник нас нет времени на бой чандры еще этот замор кажется ему реально нужен ты суши он один из сильнейших тюдзинов таким противником что одному сражаться что вдвоем нет разницы я попробую выиграть время а ты спасай хигаси и найди остальных давай лучше я с ним сражусь короче тут разговор идет короче вот идет сражение с тёлочкой она может выращивать себе новые конечности и сухожилия растягивать их по желанию как улучшенная версия фигня какая-то что за один два три с одного по одного повышения тебе маловато а ты силен да накидка повышение закрой лицо если буду бить наугад он меня точно убьет не знаю какими именно боевыми искусствами владеет девчонка но навыки у нее что надо я должен воспользоваться всем своим опытом иначе не смогу ее одолеть не кичись скоростью папа сломала и руку до нашей ломать сразу чего она сжи ой вырывается даже если она исцелиться пока мозг не получает кислород эй голову она тоже может умножать улучшенная версия джонни нет эта девчонка настоящий монстр пиздец лол ладно ладно беру слова назад она прикольная не прикольно сделан персонаж круто придумано если бы еще резинового мужика вначале не было который является просто примитивной версии этой тетки действительно но было бы повеселее а вот и чел с маской он тоже здесь химера появился короче здесь тоже чмошник этот лол масочник грязьевой поток явление копий грязьевой поток растворяет все к чему прикасается сейчас что там написано сейчас прочитаю и пронзающий плоть против него не действует в битве с тёдзином мечей мне и не победить украл несмотря на украденную силу ого скальпирование запустение бабочки нет мотыльки него была еще одна способность пля еще еще один щел который способности собирает круто скобочках нет да что вообще а это странные галлюцинации шуй что шуй впервые использую галлюциногенный яд значит первый клинок настоятель рейнбо все еще это время был у тебя мне как раз его не хватало ну вы поняли ладно до следующего бою короче человек с горшком на голове ну вы поняли взял и создал вокруг себя доспехи теперь головами бьют по доспехам пытаются пытать их прочность теперь клинки вот ну и начинается куча диалогов а вот а Аутизация. Красиво. Хаос. Такое состояние, при котором Тёдзин сходит с ума. Его переполняет силой, концентрируясь на ней, Тёдзин теряет самого себя, но при этом его возможности становятся безграничными. Одна религиозная организация утверждает, что Тёдзины являются проводниками между богами и людьми. Пропасть, называемая хаосом, это путь, который они должны пройти. Однако на самом деле хаос – опасное, неконтролируемое состояние. И бывает, что Тёдзины теряют себя навсегда. Существуют люди, способные управлять силой хаоса. Такие, как Юбика, способны заглянуть в самую тёмную часть себя, Тёдзины хаоса. Они настолько близко подошли к этой пропасти, что почти лишили своего человеческого я. Или вовсе лишились, ну вы поняли. Короче, она крута. О, господи, пацан-то это. Хаос. Да, ну нормально. Чё? Так все эти сверхлюди, Тёдзины, они какие-то всё равно не это, не просто мутанты, они какие-то тоже божественные твари. Ну вот, соответственно. Дымовик гонится за этим главным героем Токио. Он убежает, убегает. Да, напоминаю, что герои могут искать друг друга, ориентируясь на применение своих собственных способностей. То есть, если вы применяете способность, вас могут легко отыскать. Вот в чём фишка. Ну, в общем, вот, началась драка. Наконец-то чел разозлился дымовой. Просто подгорело, у него очень сильно подгорело. Буфу, блин, подгорело, и он такой всё сжёг. И теперь главный герой-то наш перевоплощается и становится Тёдзином опять своим этим. И сразу получает по голове. Да. Пытается уворачиваться, я же так помру. Реально помру. Кажется, я теряю сознание, простите. Ну, вы меня искали, только чтобы убить. Ну, чё-то вот не очень везёт. Искал Хьюм. Скоро Ямато окажется в ужасной опасности. Если пророчество исполнится, то на всех... То на этих землях на сто лет не смогут жить люди. Найди его, Хьюм, прошу тебя. Спаситель, зооморф. Мать. Чтобы спасти их, нужен он, зооморф. Не умирай, слышишь, парень. Эй, дыши, давай. Не теряй его. Живи. А не то прикончу. Кринж. Ты, ты та самая мартышка? А? Сам ты мартышка. Вот они и встретились. Мы его побьём вместе, говорит девчуля. Ну, и сейчас, видимо, будет бой. Ммм. Так, ну вот. Единственный, кто может ему помешать, это ты и я, верно? Ооо. Он ужасающий сильный, знаю. Он уже однажды меня убивал. Ну вот. Удивительно, когда я ли рядом, я совсем не боюсь. Ну и поехали. Полное перевоплощение. Я безмерно счастлив и вновь встретиться с моей наследницей. Отдай мне 300 морфа. А, простите, за аморфа. Ха-ха. 300 морф. А, фигушки. Ну вот. Мы сейчас уже приближаемся к завершению. Да, это большая-большая глава. Спираль. Раскаленная отвертка. А, вот. Ну, сражение давайте прокрутим, просмотрим, как тут. На что способны художники. Художник, точнее. Думаешь, сможешь отдалить меня в воздухе? Ладно. А про меня ты не забыл? Вот тебе ответочка, дядя. А вот и от меня. Ответочка. Бам-бам-бам. Короче, они его вдвоем забивают. Фуф. Блин, дядька что-то... Мы немного перестарались, точно. Он помер? Да не может, он просто помереться. Ну, если это было бы убийством. Как же я устал. И все мне об этом твердят, перебарщиваю. Вот, вечно я. Что за фигню он несет? Точно, может, у него уже не осталось сил? А-а-а. Ну, тут, короче, лирика идет. А-а-а. Господи, он психует. Он реально, кажется, слетел с катушек. Прошу вас, эх, вы меня. Постарайтесь меня больше не злить. Бам! Господи, он выпускает дым с температурой и выше 3000 градусов. А-а-а. Но обычно он держался на отметке в 200-250 градусов. А-а-а. Иначе бы Чандра просто спалил сам себя. А-а-а. Однако момент перед хаотизацией с Чандра может сказать, освободился от своих оков. Его дым разогрелся до 1300 градусов. Господи, какая жесть. Я не могу за ним угнаться. Мы словно ролями поменялись. Чандра Хьюм. Ты же пришел за мной. Не убегай, не убегай. Волосатые уши, спустись на землю, придурок. Самый ответственный момент. Ничего, ничего, ничего не могу сделать. Я недостаточно старался. Хватит себя жалеть. Беги. Давай, Токио, беги изо всех сил. А-а-а, ничего. Я же тетен. На мне все как на собаке заживает. Блин, 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 ядовитое растение. Нельзя его задевать, а то еще больше поранюсь. Эли. У тебя одна попытка. Одна попытка, это твой единственный шанс. Собери все свои силы. Перевоплощение. Сейчас он полетит, наверное. О, да, у него есть крылья. Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, у него внезапно появились крылья. А что вы хотели? В самый ответственный момент, конечно. Как иначе-то? Короче, отрастил крылья и спас девчонку. И сказал, Эли, у тебя видно грудь. Да не пялись я ни на что. Вух. Что, он еще живой? Ой, бля. Что, у него шеи? Что, у него шеи? Ставь меня здесь. И окончательно выдохся. Даже пальцем пошевелить не могу. И повышение совершить тоже. Ну, типа, он ей сбежать предлагает. Е. Токио, спасибо, что спас меня. Я вернусь домой. Но только вместе с тобой. Эли. Ну, поднимайся. Черт тебя возьми. Прощай, Чандра. Сейчас я тебя прикончу. В худшем случае. Ну, короче, началась эта долбежка. Повышение? Не позволю. Черт. Прямо как на похоронах бабули. Еще нет, еще нет, еще нет. Да. Быть не может. Ну, опять, немножко сумбурно, на самом деле, здесь бои построены. Обычно в манге получше они построены. Ну, в обычных. Там все равно даже. Это весьма впечатляет. Не хочу умирать. Нет, я не умру. Черт. Я собираюсь похвастаться. Токио успехами в учебе. Не хочу. Сдохни. Я буду жить. Поглотить тебя целиком. Ммм. Ну, что-то хаотизация, да, идет. Да, скорб... А, нет, скорбная башня. Она поглотила Чандру. Лол. А вот это принесла. Я одолела его. Как-то так. Ну что, убьем его? Все равно ведь нам нужен замор, так? А это не он. Оставим его в живых на всякий случай. Все-таки он тоже вколол себе сыворотку. Короче, телепортировали всех героев в итоге. Чел, чел, этот медик в маске, который вот этот масочник телепортнул всех куда-то. Ну вот. Бой проигран. Вот и она, башня. Башня, в которой наши герои находятся. И этот масочник здесь. Это башня Омега. Я сотню раз ее видел. Но не раз здесь имею в виду. Скорбная башня. Скорбная? Почему именно так? Вниз. Блин, какая страшная башня. Ля, вот и эта хуйня. Вот она, руки. Руки-ручища. Зора. Часть первая. Оно живое? Да. Просто статуя. Азума. Лады, Хигаси. Одолеем его вместе. Хо-хо. Просто посторонись. Какого лешего дым не слушается? Ах, я чувствую его. Подойди, мое дитя. Зооморф из пророчества. Дитя. Кхм. Существует особое лекарство очищения священной бомбу кровью Богоматери Зимвер. Породившего с его помощью Тэдзины. Все являются детьми Богоматери. Мы семья, связанная узами крови. Кхм. То есть наши цадомы силы появились из-за этой штуки. Сила есть сила и не важно откуда она пришла. Я вам все объясню. Для этого вы здесь и находитесь. Ты должна мне кое-кого вернуть. А, вернули дымовика наконец-то. Ха-ха-ха. Ура! Она его поглотила что-то. Нафига ты вообще его поглотила? Думаешь, я сама этого хотела? Что сейчас было-то? Возьмите то, что было предсказано. Причина, по которой мне понадобился зооморф. Ямато. Полностью разрушенный. Меня зовут Зора. Когда-то под именем Сора Сируха я сражалась, чтобы спасти Ямато от ужасной войны. Вот она, сама Сора Сируха, Симуха, Сибуха. Токио, ты знаешь, Белокрылая Сора. Они говорили в лекционном зале Яматори, когда Сата показывал нам войну с великой Гелтой. Это имя основательницы Яматамори. Основательница Яматамори? Это ты была той громадной ручищей, Чё происходит вообще? Я нифига не понимаю. Чё тебе от нас надо? Я хочу передать свою силу Зооморфу. Передать силу? Но зачем? Вот. Оглянись вокруг. Перед вами будущее, что грядёт. Чёрное бедствие. Результат хаотизации тёдзинов. А вот что я увидела. Это существо. Спалит всё дотла. Ваши семьи, друзья, любимые, всех поглотит пламя. Несметные полчища насекомых, что расплодились на останках погибших, закроют собой небо. Бедствие начнётся в Ямато. Ямато будет уничтожен первым. Это просто глупый сон, всё сон, говоришь. Короче, ну, она-то всё предсказывает. Какой нафиг сон? Там игла огромная фигура, чьи руки спускали гром и молнии. И все, кто путешествовал со мной, мгновение ока обратились в прах. В тот день все погибли, так же, как в моём сне. Лишь я осталась живых, переродившись тёдзином. Ну, вот. Короче, появилась вторая пророчица, которая сделала другое предсказание, поэтому эти стали изгоями, а сторонники второй пророчицы, короче, заперли её вот здесь, короче, ну, вы поняли. Это моя последняя просьба. Прими знак зооморфа и защити нас от бедствия. То есть, Токио должен получить силу и стать супер-мега сильным тёдзином, что ли? А вам точно нужен именно он? Вы можете дать силу кому-то ещё? Ты когда-нибудь собирал пазлы? Картинка сложится, только если кусочек на отведённое ему место. Раз там присутствовал зооморф, значит, нужен им именно он. Вот с ведениями так же. Уже не подойдёт. Сталь? Сталь? Ты же? Часть меня пусть и не лучшая, однако она не подходит. Сталь, ты должен принять эту силу. Неужели ты ей? Верю. Серьёзно? Ты веришь словам человека, который тебя похитил? Я тоже это видел. Видел разрушенный Ямато. И раз во мне тоже есть только её силы, значит, это видение правдиво. Я так думаю. Чё? Принять мне силу или нет? Токио. Он тебе снился? Сон, где весь Ямато разрушен? Если да, то это доказательство, что Соро-Сируха говорит правду. Токио, ответь мне. Видел? Развалены города и это всё твоя вина. Токио, Курохара, связанный со мной одной кровью, протяни же руку. Ты спасёшь Ямато от гибели. Господи, чё за фигня? Шурк. Что же ты делаешь? Раз ты сумел использовать силу даже здесь, значит, моим словам ты не доверяешь. В этом зале валялась куча трупов с таким же знаком. При передаче силу Токио может умереть, так? А? Заурядный человек или тёдзи не в состоянии её выдержать. Его тело и душа будут уничтожены. Но я всё равно пыталась передать её, даже заурядным. На случай, если я не найду зооморфа. Но Токио точно. Издеваешься, что ли? Из-за своих троганов перебила кучу людей на всякий случай. Об этих несчастных ты подумать не хочешь? Ну, короче, норм. Она перебила кучу народа. Ну, бывает, чё. Короче, она решила передать ему силу любой ценой и приказала закончить и убить всех, кроме зооморфа. Мне нужно знать. Часть первая. Короче, следующая арка в Скорбной башне начинается. Ну, и вот они. Разбегаются в разные стороны. Сражаются против Богоматери. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Против Богоматери сражаются. Вот дают. Вот они, красивые картинки. В последней главе, которую мы сегодня читаем, это последняя, последняя, короче, часть. Последняя из доступных. Ладно, отмечу, что в конце под Богоматерью уже там веселее стало. Вот это хаотизация. Хотя, это типичная прокачка во многих Сенанах более-менее, но выглядит она красиво. Нарисовали красиво. Вот это вот, ну, блин, знаете, такой тёмный Сенан, я бы сказал. Это тёмный Сенан с кучей, конечно, слишком уж бросающихся в глаза тривиальностей, которые, ну, прям, ну, совсем не к месту, на мой взгляд. Вот. Ты же научился летать, посадишь, гаси себе на спину, а? Сверк. Сверк, сверк. Вот и они, глазки, лица. Непонятный язык какой-то идёт тут. Ну, блин, реально немножко более тёмный, хотя, какой более тёмный, наверное, с Бличом сравнится в этом плане. Ну, просто тот же Блич уже был, это какая-то, какой-то по уровню мрачности, хотя, как по уровню мрачности. Если мы посмотрим эту супергеройскую академию, там, в принципе, такой же уровень мрачности. Там тоже эти рукастые персонажи, там тоже челики с разными способностями. Я сейчас не знаю, по-моему, очень среднячок. По-моему, очень среднячок. Всё, что здесь было, плюс-минус мы уже видели, просто под другими названиями. Ну, может быть, несколько интересных способностей у нескольких, в общем-то, монстриков. А так, в остальном, ну, зооморфы, ну, зооморфы превращаются в зверюшек. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И ничего. Нормально, средняк, короче, жить можно. Неплохо, нехорошо, средне. Давай, Токио, появись, клетка. Осторожно, что это за фигня? Железо, железное дерево. Не отвлекайся. Давай. Ну, и всё. Ну, и всё, всё, конец. Все главы закончились, из тех, которые я прочитал. Ну, я бы не сказал, что прям вообще мега круто. Я бы не сказал, что совсем мега плохо. Нормально, нормально, короче, средняковая такая манга. В принципе, смотреть ли аниме или не смотреть, зависит от того, как нарисуют и как это будет реализовано. То есть, могут реализовать неплохо. Но в среднем, я бы, например, аниме смотреть бы уже не стал. Ну, типа, вот. Продолжать читать, не продолжать. Если будут донатить дальше на прочтение, ну, например, по каждому выпуску можно донатить. Допустим, по соточке за выпуск, за главу. И я с удовольствием на стриме буду читать, как бы не проблема, вдруг там дальше будет ещё лучше. Постепенно ставки, очевидно, повышаются. Ну, опять эти на островах тренировки, вот это вот всё прям по каким-то шаблонам идёт всё немножко. То есть, в принципе, мне кажется, вот у автора манги не хватает немножко вот этого вот стремления не следовать по шаблонам. То есть, он берёт и списывает шаблоны Сёнунов. Зачем? Почему? Можно же их избежать. Опять два основных персонажа, у них какой-то внутренний конфликт. Там, ты становишься сильнее чем я, я становлюсь сильнее, чем ты. Там, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Короче, Саски Наруто, Саски Наруто, вот это вот всё, понимаете? Но это уже настолько заезжено, пережёвано, вот этот конфликт уже настолько проработан, что, ну, наверное, следовало бы обратить внимание на что-то другое. Ну, например, что у нас есть? У нас есть человек Бензопила, например. Да, почему я его привожу? Потому что тоже такой тёмный Сёнун-не Сёнун. Ну, да, это тёмный Сёнун, скорее всего, какой-нибудь Dark Sёнун, блин. Но там совершенно другая структура отношений. Там есть как будто бы свой Сас, Сасуки, но он нифига не Сасуки, он даже не основной персонаж, соответственно, и он вообще посасывает на протяжении большей части произведения в итоге. И в итоге за всех тащит человек Бензопила. Человек Бензопила в основном имба, а все остальные в основном не очень-то имба, на самом деле. Ну, не считая тёлочки. Вот. И тут, ну, как бы вам объяснить, да, Человек Бензопила норм, он уникален в этом плане. Там много уникальных моментов, которые прям топишь, да ещё и, как бы, бои с боссами довольно интересные, в том плане, что эти боссики тоже выглядят прикольно. Интересно, незаурядно. Здесь есть несколько незаурядных персонажей, да, Человек Бейсбол. Человек Бейсбол, моё почтение. Вот. Вот. Но, но ещё несколько персонажей клёвых есть. Честно, серьёзно, тут, как бы, основной креатив, он пришёл к придумыванию разных способностей персонажем. Это хорошо, это неплохо, это неплохо. Было бы, было бы ещё чуть-чуть побольше креатива в сюжете, было бы поменьше вот этой вот самой устремлённости к Сёнэновости, да, то есть, поменьше Сёнэновости было бы. Даже если это Сёнэн, поменьше бы в нём таких элементов, которые тупо во всех Сёнэнах повторяются. Было бы намного, на мой взгляд, лучше. То есть, было бы меньше лишних страниц, как минимум, и меньше вот этих ебанутых переживаний, которые тоже для Сёнэнов крайне характерны. Честно говоря, это уже, ну, как бы, это серьёзно, даже со времён Наруто бесит, а до этого ещё были манги интересные. Ну, как-то так. Как-то так. Один и тот же конфликт нельзя распространять на миллиарды произведений. Понимаете, в чём дело? Придумывайте новые конфликты между персонажами. Один и тот же конфликт, он не работает. Вы не можете взять двух позитивных персонажей плюс-минус и, типа, о, они друг с другом соревнуются, и это везде, да, так вот будет. Они везде друг с другом соревнуются. Ну, нет, ладно, можно так, но тогда давайте снабдите своё произведение ещё большим количеством каких-то новаторств, чего-то вот уникального, интересного. Ну, потому что здесь вот именно новаторств попахивает только от выдумывания разных способностей. Вот, здесь попытались, причём, пока что попытались только несколько раз, на самом деле. Человек-дым уже было, я не знаю, зооморфы тоже уже было, то есть, эти змеи-люди всякие, это везде, короче, во всех тоже штуках бывало, от One Piece до всего чего угодно, вообще, всего чего угодно, все эти звероморфы и так далее, здесь всё понятно со звероморфами, вот, то есть, даже в этом плане большинство способностей, они всё равно не очень интересны, они, причём, чуть ли не в каждой манге, чуть ли не в каждом аниме встречаются, причём, блин, понимаете, я не хочу сказать, что это конкретно минус, и это конкретно проблема, проблема заключается в том, что уникальных плюсов очень мало, вот, и в этом ключевая загвоздка, каких-то уникальных моментов в данном произведении не очень много, и ввиду этого хочется сказать, что могло бы быть намного лучше, пока я увидел только Сёнэн, такой нормальный, средний Сёнэн, немножко с темнотой, мраком, там, может, дальше будет лучше, такой немножко мрачный Сёнэн, короче, окей, хорошо, пойдёт, 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 спасибо большое за заказ, кстати, этого Сёнэна, всем большое спасибо, ребят, за то, что смотрели и слушали, подписывайтесь на канал, в общем, вы знаете, приходите на стримы, будем обсуждать разные вещи, спасибо большое, спасибо большое, всё, я отправляюсь отдыхать, удачи!